Оттуда снимать Продолжение следует 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 Продолжение следует... 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 Всем поклон, всех она любит, смотрит по интернету, занятия, собрания, она с вами, но сильно освещает, интересуется о всех, кто как, кто пришел, кто ушел, но просит молитв, потому что после ухода из жизни ее сына она сильно плачет. Что-то коснется и она уже плачет и плачет и плачет. Нет сына Максима не ушел из жизни, с которым она уехала, да, уже 40 дней прошло. Она с ним жила здесь на горе? Да, да, да. Интересуется как здоровье батюшки Игнатия Тихоновича, ну в общем всех помнит, всех любит, встречает, но жизнь идет. Слава Богу. Нина Александровна тоже, я звонила, она с нами всегда, молится, помнит, желает к нам приехать, может быть на крещение она собиралась. Да, 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 приехали. Еще кто желает высказаться, у кого есть слово. Как смотрите, две сестры и бочки, покороче, то есть по двеней надо сделать, но я вам поиндивидуально скажу. Да, 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 от пола. Разница. Можно? Еще? Какие есть? Какое, у кого есть слово? Все уже исчерпали, что ли? Я вчера, давайте разговариваю. Он планирует приехать на 19-е, приедет, утром будет богослужение с освящением воды. Это в четверг, да? Да, в четверг. Ну а накануне праздника предлагает сходить всем в ближайшие храмы, потому что, ну здесь мы не соберемся. А я хотела тогда попросить братьев, сегодня братьев, потому что когда, кто будет носить Володя, он тоже только-только встал после болезни. Сегодня принесите воды, пожалуйста. Ну на крещение, чтобы мы в бак налили, во флягу там. И приходите во вторник с бутылочками своими, а то потом ищем, где? В четверг. Ой, в четверг, в четверг. А вот кто он за молоком? В 19-е. Вася Третьего уехал. Спрашивает про Василия. Он уехал, уехал Третьего, да? Ну Василий, он выходит на занятия, вышел, он доехал нормально через Новосибирск. Говорит, все, никаких не было препятствий. Приехал дома, все, слава Богу. Всех благодарит. Василия Черепанова я вчера пытался найти, опять там стучал во все двери, наверное, в общежитии было слышно, как я стучал. Но никого там, никто мне там не ответил, я только узнал, что там в этом месте делают какие-то, какой-то там Иван, арендует это помещение, делают они пельмени. Вроде кто-то его видел, ну вроде. Но вроде как неделю назад. Бог его знает. Он или не он. Ну одним словом. Братцы, Сергей, ты собирался поехать туда постучаться, не был? Не был. Я там, видите, только в нерабочее время практически. Вчера тоже нерабочий день вроде как, но может быть и не было, потому что суббота. А прихожу уже поздно, опять же, никого там все закрыто. Утром тоже рано еще. Темно. Ну вот, еще, кого мы не вспомнили, кого рядом нет. Я скажу о том, что говорили, о крещении. Тут на Абе будет освящение, конечно. Надо обдумать, как пойти. Что-то Евангелие раздавать там как-то. Сергей Павлович этим заведует. Побеседуйте. Кто-то пойдет, это хорошо. Потому что крещение, очень значимый день, это Богоявление. Христос явился народу. И первая христианская церковь, она отмечала только этот единственный день. Рождество соединено было в один день, А Пасха-то вне праздников общих. Главизна всех праздников. Ну и немного сказать за то, что у нас здесь есть. Там в коридоре читайте, там кратко наша община, как возникла. И первое воскресенье после крещения. Получается, в следующее воскресенье у нас день общины. Вот подумайте, что вам дала община. Вот у нас так окончается богослужение. Там продолжалось тут 45 минут. Батюшка был бы, она в 2-3 раза длиннее. Все равно эти люди уже в коридоре, мигом кучкуются, их нету. То есть община им абсолютно не нужна. То есть они есть, и их нет. Вот они домой сейчас прибежали. Сейчас скорее домой прибежали, за стол поели. На занятиях их нету. Дальше-то что? Ну если не сюда ты поди, в тот храм пришел, отстоял, купил свечку, толкнули тебя, вышел, ничего не знаешь. Но ты пришел, будет день смерти и день суда Божий. Что дальше? Когда написано, бегут многие на рестарище, один получает награду, один. И все, чтобы было, Бог есть ревнитель для нашей души. То есть община не нужна. Вот это общее, узнаем беды, молимся, говорим, едем, помогаем. Их совершенно это не касается. Они сразу же отходят и в коридор, и, глядишь, уже дверь открыли на машину и по коням. Если есть у кого-то желание помолиться, молитва их не достигает. Эти люди не знают, что они, они ничего не теряют. Община сегодня исчезла. А что, я пойду в другой храм или вообще никуда не пойду. Вот если кому-то там близкие люди, которых нет, но на богослужение еще приходят. А какая разница? Богослужение, оно не мешало ни коммунистам, ни фашистам, всем. Свободно церковь открывал Гитлер. Сталин тоже разрешал, но при условии, чтобы не проповедовали. Никакой общины, никаких собраний, чтобы на дому нигде не было. Ты маленько-то думаешь, что сатана боится-то? А ты ему содействуешь. Ты не пришел в церковь, ты хуже хама, говорит Златоуст. Мы все листики на древе церкви. Хам не прикрыл отца наготу. Ты не пришел в церковь голая, никого нету. Ты раздел, ты хуже хама. Понимаете, какие можно сравнения-то делать? И вот наступает этот день общины. Подумай, как ты пришел? Об этих, которые люди приходят, оповестите им и уходят. У нас что есть? Это все только от того, что Бог создал общину. Пишут о ней московской патриархии, доктор богословских наук и прочее. Уникальные общины, это все понимают. И кто смотрит, а это не православные, это сектанты. Как собрание, как одна душа сидят. У меня тут когда-то суд был с Потеряевским, с одним, с клеветником. Там подполковник был, Дружинин, Геннадий Петрович. Ну, всякие пакости писал везде в милицию. Мне пришлось в ответ написать. Его захватили, и он забегал тогда здесь. И тогда с районного здесь суда или с городского следовательского отдела женщина одна попросилась. А можно, она психолог оказывается, посмотреть, что за люди, почему против вас отвечают бунтовал-то? Я говорю, можно. А можно я с сыном приду? Я говорю, можно. И вот она сидела на этом месте, где вот сидят наши сестры. Когда кончилось, она спрашивала, а можно с кем-то побеседовать? Я говорю, с любым, подходите. И она никому не подошла. Только один вопрос задала. А сына моего, она не знаю, капитан или майор кто-то, сына моего в лагерь возьмете? Я говорю, а побеседовать хотели? А что беседовать? Одна большая семья. Дружая, слаженная. Она психолог. А ты здесь рядом находишься, не понимаешь, семья. Даже в семье-то общего-то мало где найдешь. Вот у нас приезжает кто-то. Ну, свои родственники. Ну, нормально, кажется. Но утром-то мы встаем в 4.40. И на молитву дашь и чтение, Слово Божие. Один раз ночевали, другой раз где? Нет, а приехали на несколько дней. У кого-то где-то не члена в общем ночует, но сюда уже не идут. Что молитва выжигает. Она сразу показывает никто. Правда, приходят еще здесь. Сразу приходят, садятся и спят на скамейки. Не получится, ничего не получите. Мне недавно одна сестра написала, как научить детей готовиться к смерти. Вот вдумайтесь в это. Если не имеют детей и спрашивают. Это готово, что детей сегодня же отнимут. Отнимут, но Бог не допустит. Это раз. А второе. Вот в этом весь смысл жизни. Помни, последняя твоя и вовек не согрешишь. Ну, есть такие секты, где там учатся к смерти. Они ядовитых змей приносят. И каждая берет в руку змею и к себе подносит. Ничего дальше. И где-то кого-то она клюнула, и тот упал мертвый. Все. Чтобы никто не боялся. Ну, разное там. А ты им начни говорить о том, что едешь. Скажи, вот транспорт. Погибли взрослые. Там самолет разбился. Там пароход утонул. И написано, и столько там было детей. Мы могли там быть. Могли. То есть жизнь внезапно оборвется. Протопопу Аввакууму было 6 лет. И в это время сдохла корова у соседа. А он ее знал, эту Зорьку. И он был настолько потрясен, что Зорька лежит. И ни молока нет, ничего. И глаза не глядят. Он пришел домой и горько плакал. Это будет из самых стойких людей в России. Вот фильм «Раскол» показывает. Да, где-то он там переборщал. Но он нигде не согнулся ни перед кем. И так и сожгли его. Огнепальный Аввакуум. Вот где зарождается. А ты ребенку открой. Вторая книга Макавейская. Матери, слушайте. Седьмая глава. Просчитайте, как мать выводит на казнь детей. Она их приучила так. Просчитайте за 30 сентября. Вера, надежда, любовь. Вторая Макавейская. Седьмая глава. Она каждого ребенка, всем сыновей уговаривает. Не дрогни. Я не знаю, как ты зачался в очреве. Как ты образовывался. За каждый пальчик, за каждый ноготок получишь награду от Бога. Я вас встречу там. Уже шестерых казнили. Последнего уговори. Император говорит. Она уговаривает, посмеваясь ему написано. Дети мои там. И ты будь там. Сын, не отстань от них. И он даже мать не стал слушать. Что медлите, казните меня. Вера, надежда, любовь. Император. Это редкий случай, чтобы император допрашивал сам. Не студии. И когда последнюю допрашивает дочь, она говорит, а мы от одних книг учились. Которых казнили. У нас одни книги на столе. А сколько в житиях таких примеров, как святого Вавила. Мы много считаем. Были такие, которые занимались детьми. И в школе у него 3000 детей было. И что дальше было? Как их подготавливали к этому? Помни день смерти. Считай вечерние молитвы. Смерть предстоит. Груб предлежит. И сон прообразует смерть. Друг наш Лазарь уснул. И они так поняли, уснул. А Христос назвал смертью. Как приготовить детей? Каждый вечер приготовляет. Златоуст говорит, многие легли и утром не встали. Какой хороший вопрос. Надо научиться правильно болеть, правильно умирать. Мы все смертные. Я в одной семье, детей-то много, стал говорить смертные. А один из них очень боевой. Я? Нет, я не умру. Только заговорил и упал в спички. И сразу зазаревел. А вот он мог упасть головой, стукнуть со стул. Все, больше не стал говорить. Как будто его ангел взял в спички, спихнул. Он бессмертный был. Ничего не подобного. А сколько погибло таких? У нас деревни. Там, кажется, уж маленькая деревня-то была какие-то. Я пригоняю им с отцом пас и, говорят, там, Лушпаненко, парнишка, зарезался. На другом конце деревни, я недалек. А как он? Маленький ножичек с собой. Ловил сусликов. Обдирать, чтобы их там. Теперь едет на бричке один и крикнул. Лешка, поехали домой. Он подбежал, прыгнул. И прямо здесь и бедно сразу перерезал. Через фрилегу-то. Он там довез мертвого, уже довез до дома мертвого. Для меня это было очень большим потрясением. Я его не видел, ни мертвого. И этого знал так только. Глазом видел-то. И я всюду представлял. Это я. И с чем я предстану? Представляю на суд Божий, где изменения не будет. С чем предстанет, что мы судить будем? Покаяния нет за гробом. Вот сейчас, где бы ни было аварии, везде говорят. И детей-то было столько. Учи детей на этом. Жизнь временна, отмерена, 70. А многие не доживут и до 7 лет. А сколько погибает, вот взрывает газ, где-то взорвался в доме. Какое-то несчастье. Прямо на детский сад упал самолет. Огромный самолет показывает. Все погибли. И теперь говорят, вот, ну могла, она детей привела и вышла. Вышла, осталась живая няня. Ну могла я не привезти их. Зачем я их привела? Ничего не сделаешь. Ни одного ребенка нету. Кладбище выделили, сразу сделали. Это все напоминание смерти. Как научить правильно умирать? Это приготовленным быть. Рассказывает, как многое-многое дано людям на земле, чтобы они жили радостно. Радостно, но не обольщались этой жизнью. Как Господь любит, говорит, пустите детей ко мне. Не только здесь, но чтобы они вечности были там. Открой иллюстрированный где Библия, покажи, где дети там. Как они около Христа. Это столько примеров. Птенчик маленький погиб. Голубенок где-то, ты скажи, он тоже жил и тоже хотел жить. Но смерть в мире царствует. Согрешили люди. Это такие уроки ты можешь дать. У нас в семье было пять сыновей, пять дочерей. А сыновей это было семеро. Двое маленькие умерли. Я не знаю, почему меня так это трогало всегда. И я мог умереть. Но почему-то жизнь продлилась. Ты ребенку расскажи. Жизнь и смерть. И они борются сегодня. Борются за минуты жизни. Врачи, как они много делают. И все это временно. Ну, пересадили сердце. Ну, сто лет двести прожил, но все равно умрешь. У нас в деревне была кандидат медицинских наук. Вера Федоровна, она не болела. И каждое утро гимнастикой занималась, бегала. И говорила, не болею. Примерно мы ровесники с ней. Но от чего-то же я умру. То есть это уже меня удержит. И радости никакой нет. Вспомните, если знаете, житей Асафа Варлама. Есть такая книга, выпущенная была в советское время. Грузинская академия наук. Балавариане. У царя родился сын. Звездосчеты посмотрели и сказали, да, в семи лет он не должен видеть солнце. Если видит солнце, будет слепой. А дальше, говорит, в будущее он непредсказуемо. Что-то невероятное будет. Мы никогда такого не видели. Ну, царь сделал подземное там жилище, светильники. Чтобы он не видел ни больных, кто закачивал что-то. И вот сразу убирают другой слуга. И вот когда ему исполнилось семь лет, они закрепили еще. И три года, наконец, первый раз он выехал. Ну, как кукурузу, когда ехал Хрущев, там ночью пололи, показать, что хорошее. Потемкинские деревни. И он здесь поехал. Всех с дороги убрали больных, чтобы ни одной процессии смертиков не было. Такая жизнь радостная. Он первый раз видит. И вот видит, сидит больной, прокаженный, трясется. А это что? Откуда он выпался? Теперь-то он спрашивает, надо отвечать. Ну, это больной, это... А что такое больной? Да это вот... А почему он здесь? Никого у него родных нет. И он только сказал, и я тоже могу быть больной? Да, а потом что? Ну, а потом все умирают. Он не знает этого. И он путешествие закончил, сразу повернул назад в процессе, вернулся и горько заплакал. А зачем все это, что я царский сын, когда я умру? Зачем это мне нужно? Это житие Варлаама. Она в житиях есть. Там у нас Ядасах, а там Ясах написано. Это повесть. Это повесть в житиях, и мы можем принимать ее так, как было. Прятать можно, но не спрячешь. Ты можешь. Рассказывает Вольтер, один из самых гнусных безбожников времен Парижской коммуны. Он делал все, чтобы люди не верили. Мы сделаем так, выступает он с балкона Большого дома, что через сто лет Библия будет позабыта и заброшенной книгой. Ее можно будет найти только в музеях археологических, как свидетельство глупости более ранних поколений. И Бог как сделал? В этом месте будет скал Британского библейского общества. И выйдет уже 750 миллионов Библий. Отдельно или полностью. И он сыну своему, что был безбожник, нанял глухонемую бабку. Она ни одного слова сказать не может. И он не будет знать. Утром его нет. Вышел где? Смотрит он за кустом, стоит, поднял руки. Что ты делаешь? А вот то солнце такое, этот святый сделал. Я не знаю, кто папа, но вот он такой хороший. Кто-то же сделал это. Он понял, ничего не сделать. Люди по звездам найдут Бога. И ты им рассказывай. И звезды смертные. И все закончится. И падут звезды с неба написанные. И луна, и солнце погаснут. А Христос вечно сияющий. И храма не будет. Он будет храм вечности. Как блаженны эти люди. Когда дети обмирали и воскресали, родители плакали о них. А они только вздыхали и говорили, зачем молились, чтобы так хорошо мне было там. Это ребенку надо говорить. Какую радость Бог уготовил в вечности. Это жизнь только подготовка, чтобы мы сделали подобными Богу. Будьте святы, как я свят. Непрерывно и всюду и везде вкрапляйте мысль о временности, чтобы они не обольщались. Да, вот золотая медаль тебе дали, где-то грамоту, ты чемпион олимпийский. Но ты умрешь, никому эти побремушки, бумажки не нужны. Ничего не надо этого. Ты избери то, что постоянное с Богом. Человек умирает, и корабли за ним плывут. То, что он давал милость, ты не заботился. Чтобы ребенок ценил родителей, младших своих. И ты за это от Бога получишь благословение. Научите их не бояться темноты. Научите их беречь самих себя. Нигде не выходить одному. Кража детей, киннеппинг идет по всему миру. Рассказываем, ты очень ценный. Тебя мир ждал. Посмотри, как все изобретено было. Чтобы ты радовался, благодарил Бога, но знал, что все это временно. Бумага хорошая. Писание хорошее. Но все это кончится, когда мы увидим на его. А зачем Писание, когда я на его вижу? Даже Библии и Евангелия не будет, хотя Евангелие вечное. Вот как будет. И этим ты их приучишь. Они будут любить Бога, перешагиваясь через смерть. И говори, смерти нет. Есть только переход. Переход из худшего в лучшее. Богу слава. У христиан все не так, как у людей. О смерти говорим тут же о радости. Потому что смерть каждому предстоит. Ибо всякому надлежит однажды умереть, а потом, а потом в суд. Вот через суд, если прошел, то дальше вечность в радости. И это всегда должно присутствовать, когда мы говорим о смерти. Детей научим радоваться тому, что после этой краткой временной жизни будет вечная радость, вечное блаженство. Да поможет нам Господь воспитать наших детей так, чтобы они имели страх Господень, пребывали в мудрости, поступали всегда в этой жизни мудро и думали о вечной жизни. Еще есть у кого слово? Да, брат? Я тут на днях случай такой со мной приключился. Я работаю в такси. Ну и утром, как обычно, выхожу на работу. Ваш аккаунт заблокирован. Обратитесь в офис. То есть вы не можете работать. Что-то случилось. Я звоню. Я заблокирован. В чем дело? На вас поступила жалоба от клиента. Я говорю, что это за жалоба? А он цитирует. Я сейчас дословно не помню, но там такие слова. Это такси или церковь на колесах. Проповедь. Как, ну, в общем, такое вот гневное. Ну, и он меня зачитывает. И он меня спрашивает, что у вас там за проповеди? Я говорю, Ян Златоуст, я говорю, слушаю. Говорю, и многие клиенты просят сделать погромче или даже там вопросы какие-то задают. Он, да. Я говорю, да, Ян Златоуст, четвертый век. Говорю, если бы клиент меня попросил бы выключить, я бы выключил его. А он, значит, вот так вот пожаловался. И машина грязная. Я говорю, ну, тоже написал. Мне же надо как-то что-то меня, чтобы меня против проповеди. А проповеди вот Игнать Тихонович начитал, а я в такси езжу и слушаю. Ну, и клиент, а что вам? Пусть тоже просвещается. Думает. Игнать Тихонович говорит, восстают люди против проповеди, значит. Это вот действительно нет ничего дьяволу-то страшнее, чем на проповедь, когда сердце касается. А для одних запах живительный на жизнь, а другой смертоносный на смерти. Поэтому люди так и реагируют. Но вот этот менеджер, он как-то я говорю, а машина почему грязная? Я говорю, нет, я говорю, это, говорю, дьявольская клевета. И он сразу так раз. Ну, вы уже много лет у нас работаете. Ну, хорошо, я вас разблокирую. Выходите на работу. В общем, сердце его смягчилось. И я... Вот, то есть, вот из-за этого можно вот сегодня остаться без работы. Вот реально. Вот. Казалось бы, а что плохого-то сделал? Так, ну, и еще, к слову сказать, значит, в четверг у нас праздник крещения. Ну, и очень-очень много людей, жаждущих и ищущих Бога, приходят на опе. Он ныряет в ледяную воду. И мы этот момент используем для благовестия и для проповеди. Вот. У меня даже стихи родились. То есть, мы раздавали тысячами визиток, приглашали на занятия. И у меня даже вот, и ни одна душа во вторник не пришла, и в пятницу прийти не пожелали. То есть, но на Рождество мы тоже раздавали Евангелие, там, раздавали визитки в Евангелиях, печати о занятиях. И вот одна душа за столько времени все-таки пришла, и вот уже два занятия у меня дома она присутствует. При этом эта душа раньше ходила в университет. Вот. В 92-м году. Теперь он ходит, много-много лет ходил в воскресную школу. Знаний нуль, если не сказать, что... отрицательный. Если не сказать, что отрицательный. То есть, и он говорит, и столько лет, я говорю, хожу в воскресную школу, Евангелие совершенно не знают, не изучают, и чем они там занимаются, но это еще... Мы знаем, чем они занимаются. Вот. Поэтому я, братья, прошу вас возревновать в четверг, отложить все дела и после богослужения пройти крестным ходом дооби. Вот. У кого какое желание, если возникнуть, чтобы на груди какая-то была надпись, может быть, и священного писания касаемо крещения или еще что-то. Заказывайте, я сделаю. Время у нас до четверга еще есть. Вот. И звоните мне. Вот. Покажите вот эту табличку на телефон, чтобы все знали. И... возревнуйте. О, Сергей, отильно. Я, брат, вопрос. А про бороду у тебя ничего не спрашивают? Пока нет. А... А... А клиенты по каждый раз про бороду обреживают, и потом начинают пробовать. Где... Какая фирма? Максим. Максим. А есть такси-город. Вот. Там с бородой не берут. То есть контроль? Там, да. Там гладко выбритые и чтоб рубашечка была. С бородой туда лучше не ходить даже. Только женщина работает. Так что, брат, слава богу, что выжили. Да, да. А меня раз в охранникам я устраивался и меня бородатого не... это... Не мужественные. Не мужественные с бородой что угодно. Еще у кого есть слово? Да, да, конечно. Я в тему рассказов таксиста хочу обратиться к Севастьяну. А вот скажи, пожалуйста, по закону. Видимо, как-то таксист должен спрашивать разрешение пассажира, да, на то или иное прослушивание. Вот, например, я еду тоже в такси, что заслушать, мне не нравится. Ну, вот как вот у нас можно сделать попросить вытащить потешение. Да, я вот так вот и делаю, как бы, в принципе, но вот что-то Сергей же ничего не нарушил, то, что он слушает какого-то содержания христианского. Так что, Сереж, закон на твоей стороне? Ну, у нас и Конституция гаранти... она разрешает проповедовать. Прямо в Конституции написано. То есть мне запретить по закону никто не может. Пожаловаться может, даже если меня из-за этого уволят и по закону я имею право проповедовать. Конституция Российской Федерации, я не знаю, Севастя, помнишь, какой-то? Единственное, что сейчас у меня должен быть документ, что я от какой-то религиозной организации это делаю, не от себя лично. Если у меня такого документа нет, у меня возникнут проблемы. Вот. А если документы есть, значит, то... Хочешь быть с деньгами, выключи магнитофон. Хочешь остаться без денег, ну включай и слушай проповедь один. Вот и все. Вывод один. Наше общество пока не принимает, как у меня на работе то же самое. Невозможно служить облогом. Да. Правда, она не только пока, она всегда не принималась. На то он не ходит как крыкающий и желает проводить. Поэтому это можно противостоять. Нет, я... Всякий может... Были же другие случаи, и я начальнику-то объяснил, говорю, люди наоборот, многие благодарят и просят сделать погромче и задают вопросы, потому... И он сразу раз, ну, понятно, что... А может, тебе спрашивать разрешение? Ты скажешь, да, и после этого девушка села, главный клиент, магазин нижнего французского белья, и такая выходит, такая из этого магазина садится. Ну, и понятно, тут уже я спросил, говорю, вы не против? Нет, включи что-нибудь повеселее. Не надо мне пробовать. Понятно, ну, то есть... Все, вы полегче. Да, это, говорит, не церковь на колесах. Да, ты скажешь, ты должен спрашивать клиента, потому что ты... Клиент должен дать согласие, поэтому тут уже как бы ты обязан спросить его. Немает, просто человек стесняется спросить. Некоторые люди они, а потом начинают звонить. Ты производишь услугу, и ты должен этому человеку задать вопрос. Угодить. За ваши деньги любой каприз. Вот и все. Вот и все. Вот и все. За ваши деньги. Еще у кого есть слово? Я единственное могу сказать, что человек, который проповедует Евангелие, он идет вопреки любому мнению, согласно Слову Божьему. Почему? Так говорит Господь. Все, Господь повелел, я пошел и сказал. Не должен какое мнение либо спрашивать. Тут надо тоже рассудительность в этом отношении. Он включает, человек скажет, все, я не хочу это слушать, он раз и выключил. Вот это я понимаю. Потому что бывает человек, например, ты у него спросишь, он скажет, да не надо мне, а на самом деле он в машину сел, Сергей включил, может слово его коснуться в этот момент, он услышит и будет дальше слушать. А когда ты его сразу спрашиваешь, может сразу отвергаешься. Мы же не знаем, как слово Божие действует на людей. Также во время благовестия подходят, человек вроде отвергает, мы по площади советов Сахарова ходили, тогда Игорь Дубунов еще с нами ходил, брат. Вот мы идем, я подхожу к одной женщине, она торгует там. Я прилагаю Евангелие, она говорит, не надо мне, я атеистка. Но я отошел, не надо, не надо. Следующий идет, Игорь Дубунов, брат, подходит и говорит вместо Писания, говорит, что Господь-то пришел неправильненько, он грешненько, и она, ну давайте мне Евангелие. И взяла. Видите как? Ну вот здесь как бы выявляются два кардинально противоположных мнения. Один говорит, что нужно не включать, вначале спросить, а потом, если получил разрешение, включать. Другой говорит о том, что нужно обязательно, несмотря ни на что, проповедовать. Есть золотая середина, я думаю, как всегда. есть золотая середина. Когда ты включил, у тебя работает это все, ты работает и работает. Если, ты можешь спросить, может быть, вам не нравится, вот тогда уже можно то есть выключить, если не нравится этому человеку. Можно задать вопрос, если вам будет мешать мое аудио, скажите мне, потому что некоторые люди скучаются водителю сказать, выключите свою музон. Не именно, когда клиент садится, ты хочешь включить это, а когда у тебя уже включено, тогда клиента спрашиваешь, потому что клиент тебя уже услышал, а в дальнейшем ты уже спрашиваешь мнение будет он тебе слушать или не будет вот это средний пути вчера пришел в магазин там оплатить кое-что киоск по интернету ну и зашел билайн там рядом зашел в билайн у меня еще и билайн телефон с ребенком идем смартфоны там все красиво чуть-чуть так как бы прогулка как в музей зашли посмотреть какие сейчас смартфоны а смысл такой я просто зашел посмотреть там пассивно висит как ты включил проповедь так это их проповедь тоже эти галереи и мне молодой человек раз такой чуть-чуть подошел я и не хотел с ним общаться вот вообще не хотел но мне что-то там такое сказал как-то так мягко и я уже подсел на 5 минут там уже побыл у него поэтому я думаю так тоже поставить и ты ему должен обязательно что-то сказать а если ты хочешь просто пассивно отсидеться это не получится поставил и такой раз вопрос не хочу выключил я вот расскажу интересный случай я была в городе красноярске нужно где-то питание там столовая ну столовая 7 хлебов мы зашли цены хорошие присели покушали глаза поднимаю а знаете вот как бывает иконы вешают так у них там слова из писания то есть 7 хлебов не случайно названо было я в интернет залезла это там все 7 хлебов и про рыбки все дам и у них слова из писания вот прям по всем стенам понимаете как у нас что ли столовая это сеть столовых красноярске она там не одна такая до того я я конечно удивилась но я не думаю что это православный но тем не менее какая разница слова божие клиент увидел я не спросила кто они что нет я не спросила для меня достаточно что они верят во христа а дальше вот ну кто они хотел спросить почему нынче горку не делать прошлом году не сделали снегу не было а нынче снегу много потому что много снега это причина валерий возьмись за это дело руководи у тебя здорово получается на гиду нового созвоните ну и сестры раз день община будет приготовьте у кого что пожелания какие-то ну и маленький обед сделайте сделаем чтобы видно было что мы семья одна за столом хотя продолжение песнопение занятие и крестный ход сергей павлович руководит крестным ходом сегодня мы пропоем многое лето полине у нее день и у ксении да ксении и полине многое лето в здравии души и тела и главное царстве небесное чтобы достигли чтобы воспитали родители достойными царстве небесного многое лето 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 все господи защити родину наше от нашествия на племянников от нотвних расприят беззакония которое втайне останови делающих зло просвети правители страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих так же просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественную любовь твое коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покажется в неближении своем и проповедовать смело и инославному в Иисусе Христе господи праведны суды твои над россией за то что оставили тебя и слова твое изреченное святой библии прости нас господи владыка жизни что сокрыли имя твое бога егова дух святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия а во отче господи научи нас семикратно в день прославлять тебя за суды правды твоей тебе хвала слава чести поклонение пресвятая троица отец сын и святой дух аминь я помечу я помечу я помечу ну ты день пометь я готова я помечу